Подпишитесь на Рутюб канал Спас и смотрите все выпуски любимых программ. Спас. Подпишись на главное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 12 апреля 2023 года Великую Среду Страстной Седмицы Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Великую Среду мы вспоминаем тяжелое трагическое событие предательства Иуды. Но этому событию, решению Иуды предать Христа предшествовало удивительно жертвенное приношение Христу от женщины простой, неизвестной, драгоценнейшего мира, который она возлила на его голову и, как сам Господь сказал, приготовила его к погребению. Чтобы представить себе, о чем идет речь, то нужно в первую очередь осознать, что драгоценная мира – это была действительно огромная ценность. Потому что именно миром помазывались на царство цари. Мира было символом божественного присутствия в жизни людей. Мира было образом и веществом, через которое благословение Божие простиралось на человека. Но, наверное, из всех предметов, которые были доступны тогдашним людям, не было ничего более священного, а значит, и более дорогого, чем Святое Мира. И вот женщина, по всей вероятности, достаточно простая, иначе что-то бы, наверное, было бы сказано о ней, и кто-то знал бы о ней, кроме нас с вами, кто прочитал Евангелие. Так вот, эта женщина, приобретя это драгоценнейшее миро, возлила его на главу Господа и Спасителя. И смущение было среди апостолов. Все же понимали, что происходит что-то необычное. А Иуда, который был сребролюбцем, даже дерзнул сказать, зачем такая трата. А потом, видимо, опомнился и решил смягчить свое дерзкое слово. Мол, такое же миро можно было бы продать на вырученные деньги, совершить дела милосердия, раздать эти деньги нищим. Евангелист говорит совсем не о нищих. Конечно, думал в это время Иуда, потому что был вор. А для вора было безумием то, что совершила эта женщина. Вот сегодняшнее евангельское чтение как раз о безграничном милосердии, о безграничной доброте. О той самой доброте, которая даже, может быть, не понята окружающими людьми. Которая может вызвать не только зависть, но и критику. И действительно, и в наше время ведь бывает так, что люди, которые очень мало тратят средств на то, чтобы сделать кому-то доброе, с недоумением говорят, обращаясь мысленно, иногда и вслух к какому-то состоятельному человеку, который построил храм или монастырь и еще что-то сделал. Мысленно многие, не церковные особенно люди, говорят, ну зачем это? Ну что, у них храмов нет? Ну есть же храмы. Ну взял бы эти деньги, ну и использовал бы, если хочет, на доброе дело. Вот эта психология человека осуждающего, того, кто совершает добро, добро, превышающее всякое разумение согрешающего и осуждающего, вот это и в нашей жизни имеет место. Конечно, может быть, не так радикально, как это представлено в евангельском тексте, но тем не менее, разве мы не осуждаем иногда наших родных, близких, соседей, знакомых за что-то, что с нашей точки зрения является неправильным и что связано с расходованиями их собственных средств. Вот сегодняшнее евангельское чтение осуждает всякого, кто осуждает дела милосердия. И поэтому для нас, верующих людей, пример той самой женщины, неведомой, которая отдала свое имение, чтобы помазать Спасителя, приуготовляя его к погребению, является примером милосердия. От нас никто не требует, чтобы мы, как она, наверное, отдавшая все свое имение, совершила это милосердное деяние. От нас не требуется таких огромных жертв, но от нас требуется все непременно совершать дела милосердия. И особенно к этому Церковь призывает нас во время Великого Поста. Великий Пост прошел, и каждый сейчас может спросить себя, «Да, я посещал храм, даже причащался святых христовых тайн, а какие дела милосердия я совершил?» И если будешь что-то самому сказать, «Да нет, вроде как и совершил», то ведь это будет и для самого себя утешением, а самое главное – выражением на надежды, на милость Божию, которая в ответ на наше незначительное доброе деяние может даровать нам прощение наших грехов. Поэтому мы должны очень крепко связать в своем сознании милосердие и прощение грехов. Если мы только приходим в храм и каемся в наших грехах, это, конечно, хорошо для некоторых, и это невозможное к подъятию дела. Но если помимо покаяния мы совершаем еще дела милосердия, то, несомненно, в ответ на это милосердие мы получаем и прощение грехов, и встречную милость от Господа. И давайте запомним сегодняшний день, сегодняшнее евангельское чтение и, может быть, даже те слова, которые вы сейчас услышали. Прощение наших грехов есть результат нашего покаяния и милосердия. Невозможно каяться и не совершать добрые дела. Невозможно ходить в храм и не совершать добрых дел. Невозможно! Потому что тогда одно перечеркивает другое. Нашу с вами молитву и посещение храма перечеркивает наше окамененное нечувствие, неспособность, неготовность и реальное несовершение добрых дел. Вот наученный сегодня этим пронзительным евангельским текстом, который действительно стал вызовом даже тем, кто окружал Спасителя. А несомненно, при глубоком размышлении над этим текстом может явиться духовным вызовом и для нас. Мы должны действительно ответить на этот евангельский текст осознанием необходимости для дела нашего спасения совершать добрые дела. И это касается всех. Архиереев, священников, дьяконов, верующий народ. Всех. Все должны совершать добрые дела. А иногда бывает так, что с Амвона говорим о необходимости, а сами не очень... Ну, ссылаемся обычно на занятость, на невозможность на все обращать внимание, на все, что угодно можно не обращать внимание, но на одно нужно обращать. На совершение добрых дел. Потому что без добрых дел наша вера мертва есть. Вот этому всему мы научены сегодняшним евангельским чтением. И да поможет нам Господь. Может быть, даже сегодня взять на себя обязательства в меру сил своих совершать добрые дела, чтобы вера была с поспешествуемой делами. И тогда верой с поспешествуемой делами мы спасемся. Всех вас, мои дорогие, еще раз сердечно приветствую и поздравляю с окончанием Святой Четыридесятницы. И желаю каждому из нас в мире душевном, в спокойствии, в радости встретить грядущие дни Страстной Седмицы и Светлое Христово Воскресение. Аминь. Светлое Христово Воскресение